на портал x get поступают вопросы и мы пытаемся ответить на эти вопросы сегодня мы с вами поговорим о смертных грехах вопрос прозвучал следующим образом какие грехи являются смертными не и как их можно искупить говоря о смертных грехах мы с вами должны разделить понятие смертного греха на ветхозаветное осмыслением смертного греха и новозаветное осмысление смертного греха чем отличаются эти два понятия первое ветхозаветное можно назвать это очень подробное такое где-то водительство не по жизни человека когда человеку разъясняется разжевываются все до каких-то совершенно мелочных особенностей структур того или иного поступка поведения греха или наоборот добродетели и новый завет это когда уже разговор идет со взрослым человеком которого есть совесть у которого есть понимание не происходящее у кого есть духовный взор ну по крайней мере господь видно так мыслит что у нас с вами есть духовный взор теперь давайте посмотрим поговорим о том что же такое смертный грех смертный грех не это то состояние тот поступок это намерение совершение греха которая может привести человека к смерти как физической так и духовной смерти то есть если закон нам повелевает не совершать тот или иной поступок и предвещает за это смерть то мы можем смело говорить что это есть смертный грех мы можем с вами перечислить ветхозаветные смертные грехи за которые общество иудейское должно было предать на того или иного человека совершившего этот я проступок смерти обычно это было побивание камнями то есть все общество собиралась и каждый должен был бросить мне не один наверное десяток камней то есть как бы принять участие не в том что в том искоренение греха из данной общины это было и воспитательным процессом для тех кто побивал камнями и естественно наказанием для того кто в общем то совершил тот или иной проступок и получил за это наказание лишение жизни то есть если ты участвовал в исполнении этого наказания то естественно в твоей памяти должно было четко отложиться что за такой проступок неминуемо наступит смерть и боясь смерти человек ограждал себя от данного поступка а вот за какие проступки в ветхом завете побивали камнями я хотел бы перечислить убийство вольное или невольное прелюбодеяние непочитание родителей идолослужение ворожба гадания несоблюдение субботы кощунство и богохульство это те поступки из-за которых тебя могли побить камнями вы скажете наверно очень жестоко но по крайней мере непочитание родителей не всех родителей можно любить но ветхом завете различается любовь к родителям и почитание родителей или допустим непочитание субботы то есть когда человек не посещал молитвенные дома синагоги или иерусалимский храм он тоже мог подвергнуться побиению камнями вы скажете удивительно ничего удивительного нет дело в том что завет между богом и человеком это тот завет который предусматривает выгоду только одностороннюю но не божественно не для бога выгоду а выгоду для человека человек соблюдающий заповеди жить будет вовек на то есть он и не умрет после смерти даже он перейдет в жизнь вечную соблюдающий заповеди не выигрывает во всех отношениях не потому что становится божьим человеком но нарушающий заповеди он становится не просто преступником против этого завета он становится опасным элементом для общества для тех кто находится рядом с ним для своих на детей для своих родителей для своих друзей и этого человека иудейское общество повелевает от себя удалять извергать не своего общества и если ты не изменился если ты не принес на покаяние то в общем-то покаяние в смысле изменения метано и перерождение отношения на то тебя ждет неминуемая смерть окончательный приговор о вынесении смерти тому или иному человеку побивания камнями это было не таким уж простым делом это не просто так человек согрешил и вот общество сразу собралось и забросал его камнями старейшины раввин той области того того селения той общины должен был обязательно вынести этот приговор как бы он был верховным судьей общество выносит приговор а он его назовем так рацифицирует да то есть он его вводит в или благословляет на исполнение этого не приговора это то есть длительный судебный процесс но который в чаще всего был совершенно не минуем в новом завете также есть смертные грехи но этот смертный грех как мы с вами уже говорили в новом завете он адресован уже сознательному человек уже человеку воспитанному взрослому которого господь подразумевает что есть совесть и он говорит что любой грех проститься человеку кроме греха хулы на духа святаго но и хула на духа святаго мы тоже должны с вами четко понимать она бывает разная если человек не знает бога если он не знает духа святаго то и хулить он его не может хула на духа святаго не прощается тогда когда человек знает бога когда он является верующим когда он является допустим членом церкви православной христовой и начинает хулить бога в открытую словами делами поступками поэтому здесь мы с вами должны не быть внимательны то есть грех хулы на духа святаго это впервые относится к нам к людям церковным и мы должны очень внимательно вести свою духовную жизнь дабы господь не был нами попираем не и в его слове не в его на поступках по отношению к нам а нашими поступками нашими словами прославлялся господь внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео а а и Продолжение следует...